Итоговая коллегия Управления здравоохранения Брестской области состоялась сегодня в городе над Бугом. В этом году областное заседание прошло после проведения республиканской коллегии, что позволило скорректировать задачи и варианты их решения с учетом утвержденных прогнозов и расчетов. Это первое, но не единственное новшество наступившего года, призванное повысить качество оказания медицинских услуг. Наша область на достаточном уровне обеспечена больницами, поликлиническими учреждениями и аптеками, но здравоохранение – это сфера, в которой модернизация для нормальной работы должна проводиться практически непрерывно. Сегодня мы еще раз акцентируем внимание на тех проблемных вопросах, которые стоят перед системой здравоохранения области и которые будут требовать и большего внимания власти в части выделения финансовых средств, и большего внимания медицинских работников в части приложения усилий для улучшения качества и доступности медицинской помощи, больше внимания всей общественности по привлечению внимания всего населения к проблеме сохранения здоровья. Модернизация материально-технической базы, а также улучшение технологической составляющей лечебного процесса – необходимые условия развития медицины области. В минувшем году на строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения было выделено 226 миллиардов рублей. На эти деньги было закуплено новое оборудование, проведен ремонт и обновлен автопарк учреждений здравоохранения всей области. Проводимые мероприятия уже доказали свою эффективность. Многие показатели, в числе которых – рост рождаемости и уменьшение смертности лиц трудоспособного населения, на Брещене – лучшие в республике. Принципиальная доктрина здравоохранения остается одной и той же – это улучшение качества и доступности путем развития и усиления первичного звена здравоохранения. То есть уклон мы продолжаем держать в сторону амбулаторно-поликлинического звена, дабы увеличить эффективность здравоохранения. А эффективность – это то, что предоставить качество и доступность меньшими средствами. Естественно, мы должны уйти сегодня от дорогостоящей стационарной помощи, то есть уменьшить ее до необходимых пределов, естественно, не сокращая и не ущемляя никаким образом интересы наших граждан. Но создать нормальный фильтр на уровне амбулаторно-поликлинического звена, дабы избежать, во-первых, осложненных форм заболеваний, ну и, во-вторых, действительно, еще раз говорю, удешевить процесс лечения. Среди масштабных проектов наступившего года – завершение строительства онкологического диспансера, реконструкция корпуса областной больницы, а также перинатального центра, продолжение строительства нового корпуса родильного дома в Барановичах. На выполнение этой программы требуется немало денежных средств, наличие которых напрямую зависит от работы реального сектора экономики. Та программа, которая намечена на 2014 и на 2015 годы, связанная и с укреплением материальной базы здравоохранения по областному центру, по городам Барановичи, Пинску, по райцентрам, естественно, она подкрепляется сейчас соответствующим финансированием. Но, конечно, многое будет зависеть от того, как все мы будем трудиться, как экономически высоко будет работать реальный сектор экономики, и там, где, собственно, все средства мы и зарабатываем для того, чтобы улучшать качество обслуживания, милицейского обслуживания населения. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.